Приветствую! В этом видео я поговорю о том, чего я достигла за 6 лет, пока осознанно рисовала. Так скажем, расскажу о разных этапах в своем творчестве и поведаю все от начала и до сегодня. Наливайте напитки, усаживайтесь поудобнее, а я начинаю вещать. Прервемся на рекламу. Сегодня у меня на узоре графический планшет Yugi Q8W. Это отличное решение для начинающих диджитал-художника. В комплект идет сам планшет, стилус к нему и кабель-заряд, а также пластиковая вставка для рабочей области и прикольной арты. Планшет беспроводной и подключается по блютузу к ПК, ноутбуку, планшету или даже к телефону. Но его главная фишка в том, что вы можете положить в него какой-нибудь свой рисунок и обойдя его стилусом перевести в диджитал-арт. А ссылку на этот планшет вы можете найти в описании к этому видео. Насташа, вернемся к ролику. В этом видео не будет пунктов, буду говорить вот так все как есть, в относительно хронологическом порядке, а также по возможности буду показывать примеры работ с того или иного периода. Напоминаю про свой телеграм-канал, ведь я, вот так сюрприз, не только артблогер, но еще и просто художник. Публикую в телеграм-канале свои работы. Обязательно заходите, рада всем. Ссылочка в описании. И еще маленькое лирическое отступление. На фоне я перерисую работу с 2018 года, мою третью работу на графическом планшете. На фоне будет как и просто спидпайн, так и куски ускоренной записи экрана. Все, теперь можем приступить к основной части видео. Начнем с того, что я рисовала и до 11 лет, но это было не прям что осознанно. Просто вот рисовала что-то для себя иногда. Да, тогда я уже ходила в художку, но и воспринимала это как что-то стоящее у моего внимания и полной ответственности. Однажды мама с работы принесла блокноты, подаренные ей начальством. Я рисовала ручкой в них все, что только можно. Говорящую Анжеллу, каких-то девочек из журналов и тренировалась рисовать формы головы. Вот кто-то сейчас вспомнит времена, когда рисовала ручки в блокноте в клеточку. Ностальгия. Потом мне подарили скетчбук с нормальной бумагой и тут понеслось. Я уже взяла в руки нормальный карандаш и начала творить. Именно в тот период были созданы мои первые персонажи Аврора и Риан. Риан был создан как, я не знаю, короче мне в школе просто нравился парень с похожей прической. И что с этого? Аврора была моим альтер-эко? Ну или что-то в этом роде. Больше всего я обожала вырисовать линии карандашом. Чуть позже появились еще два новых моих персонажа, а позже и еще четыре. Но я их отложила в долгий ящик и до наших дней дожил лишь один тенчик из той четверки. Никаких недочетов. Не-не-не-не-не. Только ровный прилизанный лайн карандашом. В те времена я все еще не любила рисовать цветные работы, ведь черно-белый вариант мне казался более удобным. Мои знакомой был графический планшет и мои родители решили меня отвезти в гости к ней, чтобы я попробовала порисовать на ее же планшете и в итоге мне понравилось. Потом мне подарили графический планшет и я начала творить в диджитле. Да, это была доска ваком и она подключалась к ноутбуку. Я всегда была немного замкнутой, а тогда это прям обострилось и я ушла в себя с головой, придумывая свою вселенную, клишированную, странную, но такую родную. Тогда я хотела в будущем сделать аниме на 50 серий о своей истории. Также я как истинный предприниматель решила попробовать продавать свои картинки в школе и художки, а точнее стикеры, брелоки и значки. Стикеры были на самоклейке, а значки на огромном слое картона. Один набор вырезанных стикеров стоил 25 гривен, тогда это было очень хорошо для меня. Где-то в это время завела инстаграм и так как у меня не было возможности рисовать на планшете в школе, я рисовала на бумаге. Я начала активно вести страничку в инстаграме с января 19 года, когда уже все мои одноклассницы обзавелись страничками в инстаграме и я решила, что тоже не промах. Изначально я рисовала и свои картинки и публиковала аниме картинки и писала, мол это не мое, вопрос зачем, но позже стал публиковать только свои рисунки. Меня мотивировали лайки от моих первых подписчиков, поэтому стала рисовать все чаще и чаще. Именно тогда я стала Sweet Aurora Fox. Именно так читается мой ник. В сторис я опустила всякую шнягу по типу подпишитесь на мою подругу, как ваше настроение и прочее. Основной проблемой моего ноутбука было то, что он ужасно передавал цвета. Когда я кидала рисунок на телефон то все было в желтых оттенках и в целом работа была сильно яркой. Поэтому я искусственно понижала яркость работы в самом конце. Иногда даже перебарщивала и получалось что-то в пастельных тонах. Долгое время я просто рисовала скетчи на бумаге, а потом с помощью векторного слоя в сайи обводила поверх работу. Потом я пересела на рисование на бумаге, использовала цветные карандаши и фломастеры. А основой элайна была черная ручка. Так я рисовала до своих 13 лет, а потом друг отца подарил мне маркеры скетчмаркерс. А да, это была любовь с первого взгляда. Где-то еще через три месяца на накопленные денюжки я купила экранник. Стала рисовать в разы удобнее и приятнее. Также перестала вводить скетч с бумаги и начала рисовать сразу готовую работу на самом планшете. Первые четыре месяца своего блога я собрала 200 подписчиков. Кто-то скажет, неплохо, но я пустил почти каждый день, а цифра не росла. Потом я стала рисовать в основном на планшете и цифра сдвинулась. К августу у меня было уже целых 500 подписчиков, ну а потом понеслась. Я активно рисовала Sailor Moon Red Raff, устраивала лотереи на халявные рисунки и постила раз в несколько дней. Тогда же я начинала активнее коллабиться со всякими художниками с аудиторией побольше, чем меня. Да, выигрывала я за счет хорошего скилла, поэтому более популярные чуваки закрывали глаза на мою маленькую аудиторию. Так, за код я собрала уже почти 5000 подписчиков, лотереи помогли мне быстро поднять аудиторию и скилл тоже, ведь я рисовала много и постоянно. Потом случился карантин, я рисовала уже каждый день по одному посту в инстаграм. Мой скилл рос с бешеной скоростью, повлияло еще и то, что из-за пандемии люди стали больше сидеть в соцсетях, а тут оп, я со своими ежедневными картинками. Тут произошел взрыв активности в моей инсте, дополнительно повлияло еще и то, что я делала хомонизации знаков зодиака, что нравилось людям. Я начала еще активнее брать трейды и рисовать своих персонажей как можно чаще, также полностью ушли лотереи. Также я пыталась рисовать комиксы, сначала цветные, а потом и около манги. Если вы хотите, то могу закинуть исходники файлов в телеграм, почитайте. Кстати, летом 2020 года мы решили с подругой прикольнуться и развесить по всему району стикеры с моим ником в инстаграме. И ответ не заставил нас ждать, какой-то чел нам ответил, мы собрались все вместе, поговорили, а потом он шел к своей компании. А и стикеры просто сорвали, вы оскорбили Светлану Авроровну. То есть, за январь-июнь я скакнула от 5к до 13к. Очень даже неплохо. Я все так же рисовала каждый день, летом чуть сбавила ворота в один момент, потому что часто ездила на отдых и просто не могла физически сидеть постоянно с планшетом. Потом я почти перестала рисовать на экране, ведь меня бесил мой сай и то, что у планшета были очень няжные провода, в том плане, что чуть коснешься и планшет все, отключается. А потом еще были проблемы с гнездом самого экранника. И в это время появился мой первый полноценный хейтер. Я не знаю, как он относится ко мне сейчас, но этот человек старше меня на 5 лет, что странно, зачем хейтить детей в интернете. Теперь же я рисовала традишку с использованием маркеров, ведь это было быстро и просто. Так я еще за годик собрал дополнительно еще почти 35 тысяч подписчиков. Я начала больше развивать свою вселенную и добавила еще около десятка персонажей. Из техно-фэнтези история стала просто фэнтези. В это время я окончил тщательно решила, что моя история с персонажами станет игрой, вот крепко решила. Но я в один момент начисто переписала лор. Вместо эльфов, драконов, гномов и кентавров появились все те же эльфы, мантикраты, атмануата и феи. Также я впервые открыла камишки, но у меня их не брали в течение недели. Я расстроилась и закрыла. Одной из причин были цены и маленький ассортимент в лице одних лишь дорогих полноценок. Мне было тяжело совмещать учебу в школе и художке с рисованием картинок в интернете. На меня мотивировала активность и лайки, поэтому я работала и не сдавалась. Также я с годами стала все меньше и меньше говорить о личной жизни в интернете. Ну то есть не афишировать какие-то свои спонтанные мысли, чтобы потом не было проблем. К примеру, с помощью этой инфы меня пытались неудачно слить и запугать, но не получилось, не фортануло. Работы становились все лучше и лучше. Появился скотч в работах на бумаге, а диджитал я совсем забросила. За еще полугода собрала еще 15 тысяч подписчиков и к концу 2021 года как-то уже приход был все меньше и меньше. Я и постить реже стала от того, что 10 класс это нелегко, так еще и финальный год обучения в художке. Кто-то скажет мол, а почему про художку не расскажешь побольше? А я отвечу, что справа сверху есть ссылка на видос про художку от начала и до конца, так что советую посмотреть этот ролик и после этого можете посмотреть тот ролик. Вернемся к соцсетям. Тут я начала чувствовать, что немного выгораю, активность чуть упала, да я уставала рисовать столько времени каждый день полноценки. Потом у меня появился айпад и я снова начала рисовать в диджитале. Айпад компактный, лишних проводов нет, да и разряжается медленно. В общем одни плюсы. В 22 году я окончательно поняла, что устала от инстаграма и что не могу я в нем сидеть, актив просел, желание до этого уже пропадало, а тогда совсем исчезло. Я еще долго пыталась поддерживать активность, но ни о каком приросте аудитории и речи не было. Не более восьмика подписчиков за полтора года. Также я пыталась связаться с магазином мерча, но вот прошло почти полгода. Я конечно не хочу судить, но что-то мне совсем никто не пишет о том, как все продвигается. Хотя контракт есть, что странно. И в марте этого года я окончательно бросила инсту. И сною того же 22 года я завела ютуб канал, мне предложил мой друг Дима помощь с видео и соответственно совместный канал. Кстати в то время я почти потратила все свои сбережения на микрофон и поняла, что мне пора перестать стесняться, брать заказы и в целом нормально монетизировать свое творчество. Так что с того момента открыла заказы и рекламу за деньги. Также делала простенькие адопты. Сама моя блогерская деятельность началась со спидпейнтов, а потом я сняла первый разговорный видос, где я рисую пальцем на телефоне и стилусом на айпаде. Я вас конечно люблю, но вы набрали бешеное количество просмотров. А если серьезно, то это очень помогло продвижению канала. Также я завела телеграм-канал, ну и соответственно ввела трое соц сетей суммарно. Немного отвлечаемся на рисунок на фоне. Да, я конечно вовремя о нем заговорила. Я сменила принт на футболке персонажа, ведь в оригинале я взяла в качестве рисунка картинку кота. Но то есть кот был слишком детализированным для такого изображения. Лучше, чтобы принт не был детальнее основной картинки, иначе он будет казаться чужеродным. Также я от руки нарисовала принт для шорт, ведь это явно креативнее, чем картинка из гугла. А также добавила наушники, чтобы интересно запихнуть руки персонажу. Ну и сменила общее настроение картинки и добавила динамики, ведь статика зачастую проще для новичков, поэтому решила понтануться своими навыками. Так вот, в итоге инсту я променяла на телеграм и ютуб. Жалею ли я, что ушла? Скорее нет. Я и так выиграть начинала, а тут тем более появилась возможность ленять без особой вины. Я еще около месяца не могла рисовать что-то полноценное и делала просто скетчи. Я почувствовала свободу. Не поймите меня неправильно, я любила вести инстаграм, но меня давила ответственность за то, что я постоянно должна что-то публиковать, иначе подписчики расстроятся, уходят активность, и я тоже очень расстроюсь. Поведаю немного о телеграме и ютубе. В телеграме просто комфортно и нет глупых алгоритмов, да инстаграм? Угу. Так вот, ютуб это моя детская мечта. Смотря на Гиг, Селемиону и в особенности Асинастру, я также мечтала снимать разговорные видосики под покушать. Знаете, я такая вружка. На самом деле, я в инстаграме еще в 19-м году пообещала, что создаю ютуб-канал на тысячу подписчиков, но я не ожидала, что доберусь до этой цифры вообще, а тем более за первый год, поэтому была просто не готова. Вот представьте, ютуб-канал завела спустя 3 года обещания, но лучше поздно, чем никогда. Потеряла ли я подписчиков, когда ушла из инсты? Нет, я до этого всех активных приглашала в телеграм-канал и на ютуб, поэтому не прям что потеряла все. К концу своего инстаграм-пути я активно начала прописывать свои персонажи и наконец-то сделать дизайн всех сюжетных персонажей на данный момент. Их вышло 60 штук. Неловко получилось. Ну а что? Именно тогда я назвала свою вселенную Enbatom или Enbatom. Называйте как хотите. Уйдя из инстаграма, я получила больше отдыха, больше мотивации и просто отпустила прошлое. Да, вы все так же можете зайти в мой инстаграм и полистать старые работы, но я не думаю, что в ближайшее время туда вернусь. Я стала больше жить реальностью, а не уходить в мир фантазии и рисования почти весь день без перерывов на покушать. Также у меня появились другие занятия, к примеру, спорт, всякие прикольные поделки, шитье и я просто стала чаще бывать на улице. Мой уровень счастья заметно вырос, а плохих мыслей почти не осталось. Тогда рисование было моим единственным утешением, но теперь я рисую резвым, но получает от этого больше удовольствия и приятные эмоции. Мой работы стали снова детальнее. Я пыталась в 21 году ввести и тикток аккаунт, но он не прожил и года, собрав всего 8к подписчиков. Мне просто не понравился формат коротких видео, так что ютуб с длинным видео, я люблю куда больше. А еще Светлана Вроза плохая, потому что видосы выходят реже. Я отдыхаю, как говорится, могу себе позволить. Что же мы имеем в итоге? Инстаграм помог мне быстрее качать скилл и набрать первую аудиторию, за что я ему благодарна. Без него я бы не начала рисовать на экране и просто забила на digital video с каваком, была неплохой, но явно не лучшим инструментом. Стоит ли рисовать каждый день? Определенно да, но только если вы морально готовы к этому, ведь в начале пути будет сложно, но со временем вы привыкнете. И помните отдыхать. Если же вы досмотрели до этого момента, то я вам лично жму руку и говорю, что именно благодаря соцсетям я перестала быть замкнутой. Я осознала, что мои рисунки это что-то большее, я перестала стесняться своего имени, а именно Света, и стала называть себя по имени в интернете. Кстати, я же Света Вроза Фокс, и некоторые выдвигали раньше теорию, что меня зовут Света. На вопрос, а как так, мне говорили, что часть ника свит и а это свит, а соответственно Света. Ну в целом логично. Вот так я стала той, кем вы меня знаете. Спасибо за вашу поддержку, любовь и понимание. Я вас очень сильно люблю, благодарю за просмотр. Так трогательно. Еще раз спасибо. Теперь вы узнали обо мне четочку больше.